Установка 1 из Bittrex и готового решения. Давайте установим Bittrex Framework на площадке и сначала поговорим о требованиях, предъявляемых к серверу со стороны системы. Bittrex Framework для работы использует современные версии программного обеспечения, такие как PHP 5.3 и выше, Apache 1.3 и выше, или MSI IS 6.0 и выше, база данных MySQL 5.0 и выше. Также для правильной работы системы требуется ряд соответствия настроек, расширение PHP, лимиты, права на файлы и папки. Чтобы убедиться, что хостинг удовлетворяет требованиям, перед размещением сайта стоит его протестировать. Для этого есть специальный скрипт — это Bittrex Server Test. PHP — он доступен для скачивания с официального сайта. Давайте разместим скрипт на сервере и убедимся, что наш хостинг соответствует требованиям. Сейчас я подключен к хостингу с использованием клиента WinSCP. Давайте разместим в корне сайта скрипт Bittrex Server Test и запустим его. Итак, здесь мы видим ряд настроек сервера, наименование параметров. Зеленым подсвечено тот параметр, который удовлетворяет требованиям системы. И описание. Давайте проведем тестирование. Соответственно, красным подсвечиваются проблемные места. Если у вас есть какие-то параметры, которые подсвечены красным, соответственно, их необходимо обговорить с вашим хостером. В данном случае есть красным подсвечена отправка почты. Для установки Bittrex Framework или переноса уже разработанного сайта на хостинг удобнее всего использовать скрипт установки Bittrex Setup PHP. Он доступен для скачивания на официальном сайте. Скрипт автоматически скачивает последнюю версию дистрибутива один из Bittrex и распакует ее для последующей установки. Итак, разместим Bittrex Setup в корень и запустим его. Здесь нам предлагается выбрать дистрибутив. Все возможные решения указаны здесь. Давайте выберем управление сайтом, редакцию, стандарт. Воспользуемся демонстрационной версией. Здесь стоит отметить, что это полнофункциональная система с открытым исходным кодом, имеющая лишь ограничение по сроку работы один месяц. Проблем загрузить. Загрузка дистрибутива с сервера. Итак, скрипт скачал и развернул дистрибутив на хостинге. Теперь воспользуемся мастером установки. Будем следовать шагам. Лицензионное соглашение. Давайте зарегистрируем продукт для того, чтобы получать обновление. Также установим в кодировке UTF-8. И предварительная проверка показала, что есть некоторые параметры, не удовлетворяющие требованиям системы. В данном случае это параметры модуля ms-string, func-overload и internal encoding. Для того, чтобы установить эти параметры в нужные значения, в вашем случае следует обратиться к хостеру. В нашем случае это можно установить с помощью настроек модуля Apache. Давайте откроем файл настроек и изменим необходимые параметры. Итак, мы видим здесь установку этих параметров. Нам нужно поставить двойку и UTF-8. Сохраняем. Теперь необходимо перезагрузить Apache. Воспользуемся командой service.httpd restart. Итак, Apache перезагрузился. Давайте посмотрим наши параметры. Итак, они установлены в нужные значения. Можно продолжать установку. Итак, нам здесь необходимо указать параметры базы данных и дополнительные параметры — это права на доступ к файлам и папкам сайта. Здесь нам требуется указать пользователя базы данных и, собственно, саму базу данных. Давайте создадим базу данных. Итак, сейчас я под рутом MySQL. Воспользуемся следующим запросом. Создадим базу данных с таким названием. Обратим внимание, что в кодировке UTF-8, так как мы будем использовать UTF-8 на сайте. Итак, база данных создана. Теперь нам необходимо создать пользователя базы данных и привилегии для пользователя. Итак, теперь укажем эти параметры в установке. По поводу прав на доступ к файлам и папкам сайта. По умолчанию они подходят, но в вашем случае необходимо проконсультироваться у хостера. Итак, нажимаем «Далее». «Далее». Итак, Bittrex установлен. Давайте посмотрим, что у нас происходит на хостинге. Итак, у нас появилась папка Bittrex, в ней файлы, которые содержат в себе логику работы системы. Давайте создадим пользователя административной панели. Это админ какой-нибудь пароль. Выберем решение «Корпоративный сайт для производственной компании». Здесь указываются некоторые параметры, которые будут использоваться в решении. В данном случае это логотип. Можно загрузить свой слоган компании, подпись и также мета-данные, которые будут вводиться на странице. Давайте все оставим так, как есть. Установка продукта завершена. Давайте перейдем на сайт. Мы видим, установилось решение. Здесь есть разделы «Компания», «Новости», «Статичные страницы», какой-то вывод динамической информации, например, «Новости». При самостоятельной разработке первых проектов или обучении мы рекомендуем ставить готовое решение, выбирать наиболее похожее на реализуемый проект. Это позволит получить примеры реализации того или иного функционала Bitrix Framework. Сейчас в данном случае мы видим типовой сайт компании с новостями, каталогом товаров и услуг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...